Коллекция музея села Казакевичева пополнилась новыми экспонатами. Каменные топоры, бронзовые пряжки и броши. По словам сотрудников, принадлежат народам, которые жили на этих территориях тысячи лет назад. Откуда в селе столько археологических находок, выясняла Дарья Небора. Еще вас удивлю, и сама удивилась, это древнее перо, которое писали им Джуджени, потому что у них была письменность. Директор музея села Казакевичева проводит экскурсию для хабаровчан. Эти предметы Наталья Милушова обнаружила на берегу Амура в начале этого лета вместе со школьниками. Всего 24 экспонатов. По словам специалиста, пара предметов датируется 19 и 20 векам. Они принадлежали казакам, все остальные племенам, когда-то проживавшим на этих территориях. Артефакты в районе пограничного села собирают постоянно. Среди находок пуговицы, наконечники топоров, бронзовые пряжки, броши, фигурки. Это не раскопки были, мы не копаем, мы поднимаем подъемный материал. Просто буквально вот лед сошел, да, весной, ранней весной, уже с ребятами пошли на это местечко, что-то подобрали, допустим, одну партию топоров, они более тяжелые, на поверхности остались, то есть их волной не смыло. А если уже вода отошла от берега реки, появились другие предметы, более мелкие и легкие. В селе Казакевичево Наталья Милушова живет с четырех лет, переехала сюда с родителями, отец был военным. Здесь же вышла замуж, воспитала детей. Этот музей-библиограф научно-исследовательских библиотек по образованию открыла 36 лет назад. Здесь собрана вся история села Казакевичево с момента основания. О ней рассказывают иконы, одежда казаков и коллекция предметов быта. Археологические находки, самостоятельный раздел экспозиции, курительные трубки, наконечники, копии стрел, женские украшения, посуда, светильники. Изучать древние экспонаты приезжают археологи не только из городов России. Японские специалисты по результатам каждой из трех поездок написали книги. Более тщательно, это эпоху Джуджени, так изучали предметы. Почему? Потому что одинаковые находятся в погребениях, на Камчатке какие-то погребения. Ведь сейчас там охолостели, буквально ничего невозможно найти. Все, видимо, выбрали и уже изучали. В небольшом музее для уникальных экспонатов уже тесно. Наталья Милушова надеется, что для него построят новое здание. Музей уже давно стал культурным центром села. На экскурзии сюда приезжают из Хабаровска, Владивостока и ближайших районов. В феврале музей посетили около 800 человек. Это больше, чем проживает в селе. Музей. Музей.